Если ты следишь за актуальными событиями, то ты видишь все эти плохие новости отовсюду, все эти угрозы твоему образу жизни со всех сторон, война в Украине, потенциальное столкновение США и Китая, банковский коллапс в Америке и по всему миру. США вот-вот объявят дефолт, рынки на грани краха, инфляция разбушевалась. Кстати, заметь, по опросам инвесторов, в случае дефолта США биткоин станет одним из основных защитных активов. Это интересное замечание, мы еще придем к этому в конце видео. Но самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся, не входит в этот список. Нет, они не говорят в СМИ. И хотя это не произойдет за один день, это гораздо, гораздо страшнее всего остального, о чем ты слышишь. Поэтому в этом видео я расскажу, какие законы принимаются в США и других странах прямо сейчас. Многие из них уже действуют. Мы обратимся к истории, чтобы увидеть, что происходило в такие же времена в разных империях и чем это закончилось. И самое главное, как это использовать предпринимателям и инвесторам сегодня. А затем не волнуйся, я дам тебе надежды. Свет в конце тоннеля есть, но только в том случае, если ты знаешь об этом и будешь реагировать соответственно. Ну а если ты впервые на этом канале, меня зовут Богатейший Ди, здесь мы регулярно следим за самым важным в мире криптовалюты и экономики. За сегодняшнее видео меня вполне могут закрыть, запретить и даже посадить. А я бы не хотел потерять связь с тобой, поэтому подпишись на мой телеграм-канал, там я всегда на связи и рисков там гораздо меньше. Итак, вопрос, как ты думаешь, картинка, которую ты сейчас видишь, незаконна? Возможно, скоро будет. На самом деле, в некоторых частях мира мы уже видим намеки на то, что мир скоро изменится. В прошлом году человек по имени Пол Эмбри был арестован британскими правоохранительными органами за распространение этого изображения в социальных сетях. Причиной ареста стало то, что его сообщение вызвало беспокойство у кого-то в интернете. Давай посмотрим это видео и послушаем, что именно говорят полицейские. Ни один полицейский не поймет, насколько это нелепо. Ну да, это нелепо. Как мы дошли до этого? Что привело нас к этому бреду? Потому что я не понимаю. Я опубликовал то, что он опубликовал. Но вы пришли арестовать только меня. Почему так? Почему я в наручниках? Ведь мы оба поделились этой картинкой. Просто кого-то в интернете задело то, что вы опубликовали в вашей социальной сети. Вот почему вас арестовывают. Он сказал, кого-то задел ваш пост. Кто-то обеспокоился вашей картинкой. И поэтому на вас наручники. За причинение беспокойства отправляют в тюрьму. Но это лишь верхушка айсберга. Это крошечный пазл. Макеавелевских махинаций, что происходят по всему миру и ускоряются с бешеной скоростью. Почему это происходит? Взгляни на эту диаграмму. От Рея Далио. Она показывает взлеты падения власти того или иного порядка. Любая империя проходит этот цикл. Любой мировой порядок проходит этот цикл. Далио показывает 18 этапов, в которые страны проходят от нового порядка к новому-новому порядку. И, к сожалению, сейчас большинство стран мира, включая Соединенные Штаты Америки, находятся на 13-15 этапах. Элиты знают об этих циклических закономерностях. Но люди нет. И главный секрет заключается в следующем. Знание циклов дает тебе силу правильно позиционировать себя и свои действия. Поэтому они не просто скрывают от тебя это знание, но с помощью СМИ они пытаются навязать тебе мнение, что мы наблюдаем чуть ли не конец света. Но на самом деле это не конец. Это начало чего-то прекрасного. История показывает нам, что каждый новый упадок существующего мирового порядка всегда провоцировал возрождение, появление новых альтернативных систем. Но они говорят нам, что этот раз может быть другим. Элиты жаждут контролировать результаты этого возрождения. Они стремятся организовать грандиозный финал. Гражданскую войну, революцию или что-то там еще. Таким образом, чтобы все закончилось в их пользу. Но, как я уже сказал в самом начале, надежда есть. В итоге, ветер перемен может обернуться против них. И прежде чем мы изучим этот вопрос и увидим, как легко все, что делает правительство, может повернуться против них, давай рассмотрим методы, используемые для подавления свободы слова. Хотя эти методы кажутся пугающими, и не пойми меня неправильно, они таковыми и являются. Но нужно понимать, что это отчаянные меры, их отчаянные меры против тебя. В Ирландии, например, скоро можно оказаться в тюрьме за разжигание ненависти. Даже если ни одно ненавистное слово никогда не покидало твоих губ. Законопроект 2022 года о подстрекательстве к насилию, ненависти и преступлениях на почве ненависти не только криминализирует простое общение, но и предусматривает наказание вплоть до 5 лет за решеткой, а также вводит ответственность даже за хранение изображений, аудиозаписей или видео, которые могут вызвать беспокойство у кого-то. За хранение таких материалов тебе легко лишь от свободы. А теперь представь, что вот это изображение было найдено на твоем телефоне. Неважно, как оно туда попало, случайно, намеренно, возможно, кто-то поместил его туда специально, ты можешь потерять свою свободу из-за картинки. В законопроекте говорится, что если кто-то испытывает беспокойство, ненависть и другие неприятные чувства, из-за слов другого человека, обвиняемый должен доказать свою невиновность. Кроме этого, плакаты, баннеры и протесты могут быть признаны подстрекательством к насилию или ненависти. И если ты откажешься поделиться своими паролями с правоохранительными органами, чтобы они проверили наличие материалов, разжигающих ненависть, то твое разжигание ненависти становится доказанным фактом, и ты можешь легко попасть в тюрьму. Конечная цель ясна. Правительство собирается использовать этот инструмент как дамоклов меч. Против всех политических диссидентов, при этом маскируя его под защиту невинных. Теперь ты должен понять, что это то, что они должны делать. Они вынуждены это делать для того, чтобы сохранять власть. Как сказал Джордж Оруэлл, автор романа «1984», общество можно считать тоталитарным, когда все его структуры становятся вопиюще искусственными, то есть когда правящий класс утратил свое назначение и однако цепляется за власть силой или обманом. Да, я знаю, что стало модно цитировать Оруэлла, особенно его романы «1984» и «Дивный новый мир». Но эти книги должны были стать предупреждением нам. Мы же используем их как руководство к действию. Действительность заключается в том, что эти антиутопические миры разворачиваются прямо на наших глазах, в нашей реальности. Факт того, что гипотетический материал на твоем компьютере, который хотя бы один человек посчитает оскорбительным, может привести тебя в тюрьму, уже пугает. Разве это не антиутопия в реальности? Когда ирландский журналист Бен Скаллион спросил премьер-министра своей страны, почему он продвигает этот законопроект, хотя политические опросы его собственного правительства показали, что 70% избирателей против этого закона, премьер-министр ответил отрицанием достоверности этого опроса. Если ты думал, что это касается только политиков Великобритании и Ирландии, к сожалению, это не так. Все страны, ЕС, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Россия и много других, все они пытаются зажать свободу слова. Так быстро, как только могут. И, конечно же, это только начало. Так, например, согласно закону Евросоюза о цифровых услугах, который вступает в силу 25 августа, крупные технологические компании должны делиться своими данными с проверенными исследователями из некоммерческих и научных организаций, которые, конечно же, сами будут модерировать контент. Но дело не только в модерации контента. Все эти компании будут находиться под постоянным наблюдением. Я говорю о таких компаниях, как Алиэкспресс, Амазон, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Поиск, Google Переводчик, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter и так далее, и так далее, и так далее. И по иронии судьбы, всего несколько дней спустя они разместили вот это, ссылаясь на то, что закон о цифровых услугах будет способствовать созданию более безопасного и прозрачного цифрового пространства. Еврокомиссия опубликовала и следующее послание. «Пусть говорят правду, пусть пресса будет свободной». Что ж, правду можно найти в открытых честных дебатах, но не в темноте, которую они создают, разбивая фонари. Но правительствам это не нужно. Они хотят, чтобы все, что люди покупают, продают, скачивают, публикуют, кликают и так далее, было им известно. Они хотят, чтобы все это находилось под юрисдикцией правительства, чтобы оно могло свободно отслеживать, судить и наказывать. Да, Евросоюз создает так называемое «министерство правды» и «всевидящее око», которое они назвали законом о цифровых услугах. И это не только в Евросоюзе. Точно так в Канаде существует законопроект C11, который должен дать правительству контроль над тем, что люди видят и говорят в интернете. Мало того, канадское правительство теперь хочет ограничить информационные службы в интернете, чтобы они публиковали только те материалы, источники которых можно проверить. А что же в США, старой доброй стране свободных людей? Там, возможно, самый худший законопроект. Он называется «Restrict Act». Согласно этому закону, под которым уже подписалось около 25 правительственных чиновников, правительство будет иметь право контролировать и подвергать цензуре интернет-активность любого американца, которого сочтут угрозой национальной безопасности. Этот закон предусматривает 20 лет тюрьмы и штраф 200 тысяч долларов, даже за то, что ты зайдешь на запрещенный сайт с помощью VPN. А что насчет Бразилии? Они ввели суровые наказания для информационных площадок в интернете, которые не удаляют то, что, по мнению властей, является фейковыми новостями. Кстати, файлы Твиттера, которые Илон Маск опубликовал после того, как стал генеральным директором платформы, показали нам то, о чем мы давно подозревали. Это повестка дня, не новая. Давай узнаем об этом непосредственно, из показаний самого правительства. То, что вы тщательно задокументировали в файлах Твиттера, это несколько ключевых фактов, которые вы хотели скрыть от людей, но не должны знать о них. Федеральное правительство. От членов Конгресса, от демократов и до разведывательных служб, включая ФБР, использовали Твиттер и другие социальные сети для цензуры американцев. Было множество тревожных звонков. За последние три года документы показывают то, что между Твиттером и ФБР существовала связь. Она была постоянной и повсеместной. Твиттер был, по сути, филиалом ФБР. До того, как его возглавил Илон Маск. Секретные файлы Твиттера раскрыли это. Твиттер открыто обменивался информацией с государственной разведкой. ФБР оказывало давление на Твиттер с целью заставить его принять меры в отношении твитов, связанных с выборами, например. Конечно, они сделали это и в 2020, и в 2022. И Твиттер послушно фильтровал контент. В результате руководители Твиттера ограничили учетные записи. Они подвергали цензуре речь, которая противоречила правительственному нарративу. Твиттер использовал свои внутренние инструменты для контроля и манипулирования, и все по требованию правительственных бюрократов. Документы показывают, что Твиттер использовал фильтрацию для ограничения определенных учетных записей сообщений. Часто удалял людей с платформы. Документы Твиттера должны вызывать двухпартийную озабоченность каждого члена Конгресса и каждого американца. Потому что это основополагающий принцип нашей системы, согласно которому правительство не имеет права решать, какая речь является приемлемой или истиной. Согласно первой поправке в Конституцию, американцы имеют право говорить свободно, независимо от того, расстраивает ли их речь, предпочитаемый государственный нарратив. Американский народ не может и не должен полагаться на так называемых экспертов, как на арбитров правды, дезинформации, советов и того подобного. Неважно, в какой политической партии вы находитесь, правительство не должно подавлять важные дебаты в общественном дискурсе. Сенатор Луизианы Майк Джонсон справедливо сказал, что Твиттер по сути был филиалом государственной разведки и ФБР. Так что последние годы происходило медленное продвижение к тотальной цензуре прямо у нас под носом. И целью является полная дискредитация фактической информации, точной информации и подлинной информации, а также подавление создателей контента, которые представляют угрозу правительству или его повестке дня. И, конечно же, наоборот, целью является продвижение тех, кто угрозы не представляет, а даже наоборот, транслирует правительственные речи. Теперь мы не говорим о Бразилии, о Берландии или об Америке. Мы говорим о глобальном правительственном аппарате, способном формировать у людей представление о правде и лжи. Во времена тотальной лжи говорить правду – это экстремизм. И теперь посмотри, все это происходит не потому, что мы за это голосовали. Все это решается между мировыми лидерами за закрытыми дверями. Держу пари, ты об этом не знал. В 2021 году в Оспенском институте прошли дискуссии, которые журналист Мэтт Тайпи назвал «цензурно-промышленным комплексом». На закрытой встрече был представлен генеральный план по внедрению специального законодательства в Евросоюзе и США, направленного на установление абсолютного контроля и слежки в режиме реального времени за любым медиа-контентом. На этой встрече за счет налогоплательщиков был подготовлен доклад под названием «Информационный беспорядок». Авторы доклада, абсолютно звездная группа экспертов по Конституции, включая старого доброго принца Гарри, пришли к выводу, что государство должно иметь полный доступ к данным, чтобы облегчить себе поиск неподобающих высказываний. Кроме этого, правительство должно помещать тех, кто говорит неподобающие вещи, в какие-то зоны удержания. За дезинформацию необходимо наказывать, например, полностью лишать монетизации те или иные ресурсы. И все это должно быть сделано, даже в том случае, если это означает потерю некоторых свобод в Соединенных Штатах. Это цитата. Кроме этого, они также хотят, чтобы искусственный интеллект стоял на страже цифрового мира. Это все цитаты из доклада. Майкл Шелленбергер недавно написал, не будет преувеличением утверждать, что Запад стоит на пороге тоталитаризма, гораздо более мощного, чем коммунизм или фашизм, потому что он не ограничен географическими рамками. Все это довольно мрачно. Но не волнуйся, есть и хорошие новости. Это мрачное будущее цензуры и тотального правительственного контроля не является неизбежным. Если посмотреть на историю, то мы можем увидеть, что цензура – это историческая норма в конце того самого цикла Реодалио, который мы рассматривали. И элиты пробуют эту тактику каждый раз, когда начинают терять власть. Давай вернемся назад и рассмотрим некоторые из этих примеров. Например, Римская империя. Римская империя использовала цензуру для подавления инакомыслия и поддержания социального порядка. Например, они изгоняли неугодных поэтов. Самый известный случай изгнания Авидия за провокационные произведения. Сам Авидий описывал это так. «Меня погубила песня с заблуждением, о котором я должен был молчать». Переедем в Англию времен Тюдоров 1400-1600 годов. Во времена правления Генриха VIII, Елизаветы I и других монархов эпохи Тюдоров, цензура использовалась для контроля распространения религиозных и политических идей. Особенно во времена Английской реформации. В XVIII веке в эпоху Просвещения мы видим, что, хотя период Просвещения был временем интеллектуального роста и распространения новых идей, различные европейские правительства предпринимали попытки цензуры и подавления этих идей, чтобы сохранить свою власть. Во времена Французской революции, в период которой был известен как период террора, также разгорелась и цензура и подавление накомыслия, хотя тогда она была намного радикальнее. Например, революционное правительство использовало не блокировку в Твиттере, а целую гильотину, чтобы заставить молчать своих критиков. Конечно же, гитлеровская Германия 30-45-х годов. При гитлеровском режиме, конечно же, цензура была повсеместной. Они контролировали прессу, запрещали книги, преследовали лица, выражавшие накомыслие. Цензура была огромной неотъемлемой частью всего советского режима в СССР. Государство контролировало СМИ, искусство, образование – все ради подавления и накомыслия и поддержания власти Коммунистической партии. Не стоит забывать, конечно же, и о старом добром Китае. Коммунистический Китай во время правления Мао и Китайская культурная революция 66-76-го годов. Руководство Мао, Коммунистической партии Китая, ввело строгую цензуру для подавления накомыслия и, конечно же, для продвижения идеалов Великой Пролетарской культурной революции, включая преследование интеллигенции и даже уничтожение исторических артефактов. В XVI веке католическая церковь опубликовала так называемый Индекс Либорум Прохибиторум. По сути, это список запрещенных книг. Церковь имела возможность наводнить рынок своими разрешенными книгами благодаря появлению печатного станка. Однако появление печатного станка также привело к быстрому распространению различных идей, положив начало Европейской реформации. Конечно, никогда еще государства не имели в своем распоряжении столь мощных технологий, как сегодня. Поэтому наше время так опасно. Благодаря новым технологиям мы можем сделать это гораздо быстрее, чем когда-либо в истории. Исторически сложилось так, что попытки массовой цензуры в конечном итоге оказываются безуспешными, потому что они противоречат основному стремлению человека к знаниям, самовыражению и свободе. Хотя цензура и может подавлять инакомыслие и контролировать информацию на краткосрочной перспективе, она в конечном итоге терпит неудачу перед лицом человеческого любопытства, технологических инноваций, общественного бунта, альтернативных СМИ и в конце концов просто-напросто сопротивления. Так было всегда. Для того, чтобы переломить ход событий, даже не нужно большого количества людей. Война за независимость США – это пример того, как небольшая группа людей смогла победить гораздо более крупного и могущественного врага – Британскую империю. У британцев была гораздо более многочисленная и лучше обученная армия. Они имели доступ к превосходному оружию и ресурсам, и они изначально пользовались поддержкой многих лоялистов в своих колониях. Но несмотря на это, колониальные повстанцы того времени смогли выиграть войну. Благодаря сочетанию военной тактики, политическому маневрированию и поддержке творческого меньшинства, способного на нестандартные и креативные решения. Элита постоянно недооценивает силу небольшого числа граждан, которые нашли общую цель. И сегодня это тоже происходит. Они нас недооценивают. В книге «Племя. Как выжить в мире тотального одиночества» Себастьяна Юнгера можно найти цитату, которая не теряет своей актуальности. Он сказал, люди не возражают против трудностей. На самом деле они добиваются процветания, решая их. Они против того, чтобы быть ненужными. Современное общество довело до совершенства искусства заставлять людей не чувствовать себя нужными. Пришло время это изменить. Во время кризиса мы действительно видим, как сияет человеческий дух, как наступают изменения. Фридрих Гелдерлин однажды сказал, там где опасность, там и спасительная сила. Когда у людей нет другого выхода, когда они прижаты спиной к стене, они будут искать альтернативы. Так о каких альтернативах я говорю? Например, о параллельной экономике – это самая большая возможность для инвесторов и предпринимателей сегодня. И это наш путь к свободе, это твой путь к свободе. Или же, например, альтернативные деньги. Во время Великой депрессии Соединенные Штаты пережили серьезный экономический кризис, который привел к повсеместной безработице, банкротству банков и нехватке личных денег. В ответ на эти проблемы возникли так называемые скрипы – альтернативные и местные валюты, созданные для того, чтобы помочь сообществам справиться с нехваткой наличности и поддержать функционирование местной экономики. Существует множество таких примеров на протяжении всей истории. Например, сегодня такой альтернативной формой денег и параллельной экономикой является биткоин и криптовалютная индустрия. Вот почему я практически уверен, что происходящий кошмар, который для многих кажется концом света, на самом деле только начало, начало процветания криптовалютной индустрии и ее инвесторов. На протяжении всей истории в каждой великой тирании использовались альтернативные системы коммуникации. Даже с большим личным риском и нашей альтернативной системой коммуникации является биткоин. В Советском Союзе возникла подпольная издательская система под названием «Самиздат». Чтобы обойти государственную цензуру, отдельные люди вручную копировали и распространяли запрещенную литературу, политические манифесты и другие запрещенные материалы. Сегодня у нас есть децентрализованные варианты, такие как НОСТР, ну или на крайний случай Телеграм или Сигнал. Конечно, один из величайших способов, который мы использовали на протяжении истории, это саботаж. История знает множество людей, которые выступали против тирании и саботировали структуру власти. Мы видели это в Восточной Германии, где оппозиционные силы, можно их так назвать, работали, чтобы подорвать печально известное Министерство госбезопасности ГДР Стази. Они собирали и распространяли информацию о деятельности Стази, информировали граждан про их права и иногда даже участвовали в актах саботажа против инфраструктуры Стази. После падения Берлинской стены эти оппозиционные группы сыграли решающую роль в разоблачении обширной сети слежения Стази. И я могу продолжать искать такие примеры, целую вечность, альтернативные системы здравоохранения, образования, СМИ, платежных систем и даже валют. Но ты скажешь, что мы можем сделать? Криптоиндустрия еще такая маленькая. Как мы можем сопротивляться этой устоявшейся махине? Во время войны за независимость США всего около 8% населения тех колоний взяли в руки оружие, чтобы защищать свои идеалы против деспотии. Сэмюэл Адамс сказал, для победы нужно не большинство, а раздраженное, неутомимое меньшинство, стремящееся разжечь костер в умах людей. Так и сегодняшнее творческое меньшинство может использовать силу знаний, технологий и коммуникаций, чтобы разжечь костер свободы в сердцах и умах людей по всему миру. Я говорю о меньшинстве, представляющем криптопространство, представляющем биткоин-сообщество. И самое большое, чего не хватает в наши дни, это мужество. Будущее кажется мне светлым, но только если у нас хватит мужества осветить этот путь. Ты можешь помочь в этом. Да, ты можешь сделать будущее светлым прямо сейчас. Будущее, в котором биткоин и параллельная криптоэкономика победят. Ты сможешь сделать это, если ответишь на вопросы утвердительно. Поделишься ли ты этим видео? Пойдешь ли ты обсуждать его со своими друзьями, семьями, сотрудниками, сослуживцами, коллегами и соседями? Поможешь ли ты разжечь огонь в умах людей? Как я уже сказал, если со мной или моим ютуб каналом из этого видео что-то случится, ты можешь подписаться на мой телеграм по ссылке в описании, чтобы всегда оставаться на связи. Но меня зовут Богатейший Дея, если видео было интересным, не забудь поставить лайк. Я работал над ним очень-очень долго. Большое спасибо за поддержку. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok